Привет-привет! Закончился декабрь, а значит закончилась очередная порция использованных продуктов и значит впереди нас ждет обзор на пустые баночки декабря. Всем, кому интересна такая тема и интересно именно мое мнение на закончившиеся продукты, приглашаю к экранам. И заодно сразу хотела бы задать вопрос, интересно ли такая тема в наступившем году, следует ли оставлять серию таких видео пустых баночек, нужны ли такие обзоры. Пишите свои комментарии, поскольку в новом году хочется чего-то нового и стоит задуматься, оставлять ли данные обзоры и данное видео в конце каждого месяца на своем канале. Буду ждать с нетерпением комментариев. Всем приятного просмотра! Закончилось моющее средство для мытья посуды Фрэпс, которое покупали в магазине Фикс Прайс. Сразу скажу, что оно жидкое. Я осталась им довольна на 50%, но те, кто любят средства погуще, можете найти уже совет в одном из моих видео, где я рассказываю, как сделать такой фокус-фокус, всего-навсего добавить поваренную соль. Могу сказать, что я на этом средстве не остановлюсь и буду брать другие. К этому больше не вернусь, поскольку не хочется делать мне лишних движений, создавать более густое средство, чтобы потом им пользоваться. Закончились два средства для стирки. Это Доси гель, который я беру для цветного белья и кондиционер Е. Как я уже говорила, что кондиционером Е я довольна, гораздо дешевле, чем Вернель или еще какие-то другие кондиционеры для белья. Но по качеству для меня ничем не отличается. Доси гель для цветного белья немножко, конечно, хуже, чем Ласка для цветного в жидком варианте, либо средство Кокосай, которое я довольно часто брала до этого. Но все же на безрыбье и рак рыба я буду это средство брать, если попадется. Тем более, что оно гораздо бюджетнее. По уходу за волосами закончились два шампуня Шаума. Это свежесть хлопка, брала большой флакон. Но если оценивать по пятибалльной шкале, наверное, дала бы 3,5 ему оценку. Но в целом шампунь, конечно, неплохой. Волосы не жирнит. Закончился шампунь Шаума 7 Трав. На четверочку бы оценила, но все же мне кажется, что раньше шампунь и бальзам-кондиционер Шаума 7 Трав вот в таком зеленом флаконе были гораздо лучше. И на волосы они оказывали более благоприятное воздействие. Ну, конечно, на сегодняшний день один из моих любимых кондиционеров для волос это Шаума Ку-10. Сильные послушные волосы с коэнзимом Ку-10. Много о нем рассказывала. Не буду повторяться. Буду брать еще. Два флакона, которые я бы отнесла к группе с названием «Наконец-то я их домылила». Потому как шампунь Sunsilk в фиолетовом флаконе, который называется «Пышный объем» для тонких лишенных объема волос, покупала очень давно. Раньше он мне очень нравился. И был он, кстати, совершенно в другом дизайне. Но теперь я просто вот за неимением другого вот как-то раз через раз домылила. Больше я не буду такой брать. Он меня уже разочаровал. И «Глискур», который у меня шел в паре с шампунем, и который я так нахваливала по запаху, впрочем, как и по воздействию, был довольно неплохой кондиционер, да и шампунь тоже. Это «Мильян Глосс» бальзам для тусклых и лишенных блеска волос. Кстати, мне кажется, что идет даже с эффектом ламинирования. Но тоже доиспользовала. Мне кажется, когда используешь очень часто серию «Глискур», просто начинают волосы к ней привыкать с большой скоростью. Поэтому я доиспользовала. Больше пока брать «Глискур» не буду. Закончился мужской шампунь. «Гарнир Фруктис». Ежедневный заряд, о котором хотела бы поподробнее рассказать и остановиться с более полным обзором, чем на других флаконах, закончившихся. Поскольку впервые такой шампунь Женя попробовал, когда он пришел в посылке от Олечки Баль. И очень он ему понравился. И теперь в магазине мы ищем только такой шампунь. Потому что на жирные волосы, пробуя несколько всяких вариантов, более эффективное воздействие, более хорошую укладку. Ну, хотя мужчины вряд ли укладывают волосы так, как мы, женщины. Но несмотря на это, чтобы волосы не лежали торчком, чтобы они опрятно выглядели и чтобы дольше не пачкались, мужчины я посоветую от своего лица и от лица моего мужа берите такой шампунь. Я думаю, что вы не прогадаете. Коль уж мы заговорили о волосах, об уходе это шампуни и бальзамы, кондиционеры, не откладывая в долгий ящик, расскажу о трех флаконах, ну, скорее даже двух, потому что один флакон идет в повторении. Это Тафт гель для волос и пена для волос. Скажу, что раньше я очень увлекалась эффектом мокрых волос, когда волосы у меня были короче, я покупала вот такой вот гель для волос Тафт. Скажу, что он хороший и очень накрепко держит укладку, когда вы создаете какие-то волны, и при этом эффект мокрых волос вам необходим на голове. Я посоветую вам использовать вот такой гель для укладки. Почему я выбрасываю два тюбика? Поскольку, может быть, где-то по акции брала давным-давно и смотрю срок годности. На них уже истек. И сейчас я крайне редко делаю такие прически с эффектом мокрых волос. Поэтому выбрасываю, дабы не засорять полку в ванной комнате. А вот мусс для волос Тафт вот в таком черном флаконе. Я о нем уже отдельно рассказывала. Если встречу, то обязательно возьму. Мне очень понравился. Он не вызывает эффекта какой-то корки на голове. Мадам Помпадур вряд ли вы будете, но держит достаточно прилично укладку. Я даже после этого крайне редко использую лак для волос. Декабрь месяц был скромен на флакончике гелия для душа, закончившиеся. Но, тем не менее, один флакон мой, один флакон Жени. Я выбрасываю. Я использовала в декабре Эйвон гель для душа, ароматерапия бодрящей. Покажу поближе. Это с экстрактом эвкалипта у меня был. Но хочу сказать, что первоначально вроде бы эвкалипт, запах присутствует, но потом в ванне создается такая аура какого-то хвойного запаха. И закончился мужской гель для душа Невея Мэн пробуждающий. Могу сказать, что опять же, если оценивать по пятибалльной шкале, я не думаю, что Женя поставил бы ему пятерку, поскольку я Невею люблю, он же все-таки больше любит гели для душа Акс. И если мужчины смотрят мой канал и им интересно мнение нашей семьи по поводу мужских гелей для душа, то Невею советовать не буду. Лучше остановитесь на Аксе. Ну и еще ряд пустых баночек, на которых остановлюсь буквально по секунде, по две. Это жидкость для снятия лака, блеск. Закончились два средства для бритья. Это гель для бритья от фирмы Жилет. Не любитель я этой марки и стараюсь все время брать гели для бритья, причем гели, а не пены от фирмы Невея. Но здесь в магазине увы, стояли только такой марки, решили попробовать и к моему удивлению он оказался неплохой. для гладкого и свежего бритья. Вот в таком флаконе. И наконец-таки я допользовала женская пена для бритья из Фикс Прайса. Я знаю, что не во всех магазинах Фикс Прайс вот такая вот женская была пена для бритья. Мы мужскую в основном брали. Но я взяла, попробовала и такая такая разница огромная между двумя флаконами мужской пены для бритья и женской. Девочки, не берите эту пену, ужасно сушат кожу. Закончилась зубная паста Блендамет 3D White эффект. Неплохая, будем брать. Дыхание свежее. Бархатные ручки, как всегда, удивили. У меня закончилось вот такое вот мыло. Это энергия и бодрость у меня было с мандарином и корицей. Обалденно пахнет корицей. Такой теплый рождественский аромат. И могу сказать, что мыло выглядит действительно как вот здесь на упаковке с пупырышками. Массажные пупырышки. Выбрасываю из Фикс Прайса маску для лица вот такую. Жемчужина моря. Это маска для лица, шеи и декольте. Омолаживающая и очищающая. Не знаю, я не заметила никакого эффекта. Уж какая-то она жидкая. Она не стягивает кожу, не очищает, ни поры не сужает. Поэтому какой от нее эффект я на самом лице никакого эффекта не заметила. Ну и конечно же стандартный стандартный член пустых баночек. Это ватные диски, которые конечно же каждый месяц заканчиваются. На этот раз по совету одного из блогеров я взяла фирмы Белла. Кстати, более бюджетный вариант, чем все остальные, но я осталась ими довольна, поскольку каждый ватный диск именно прострочен и он не расползается, не разрывается, а очень плотный сам по себе. и